добрый день дорогие друзья меня зовут евгений божьев сегодня хочу вам рассказать каким образом избавиться или предупредить возникновение пневмонии как осложнение какой-то респираторной инфекции или как избавиться уже от имеющейся пневмонии ну первое самое главное что нужно сделать для предотвращения пневмонии это насытить воздух которым вы дышите парами щелочи делается это с помощью щелочных ингаляций но если у вас есть ингалятор значит вы берете немножко соды заливаете водичкой и ингалятор все это дело там кипит голову туда ставить и дышите 10-15 минут дышите этим щелочным паром если нет такой ингалятора то берете столовую ложку соды заливаете литром воды кастрюлька ставите на огонь доводите до кипения переключайте на маленький огонек накрываетесь полотенчиком и надо этим паром тоже 10-15 минут дышите вот этим щелочным паром два раза в день утром вечером вполне достаточно несколько дней два-три дня таким образом во-первых сразу же если не развилась еще понимание вы предупредите ее развитие это первое если она уже развилась вы предупредите ее осложнение и большее ухудшение ситуации в случае если возникает нарушение функции легких которые потом заканчивается фиброзом легких до возникает она только на том основании что происходит свертывание крови в сосудах в сосудах легких свертывание крови тромбоз сосудов нарушается естественно кровоснабжение легких и таким образом вот эти вот вот 20-30 процентов которые людям говорят вот у вас там легкие на 20 процентов не работают вот именно вот это не работающая часть бронхов создается за счет тромбоза а потом этот тромбоз через какое-то время переходит фиброз уже да потому что идет как бы рубцевание вот этих отмерших тканей легких вот этот момент вы можете предупредить одной простой вещью одной пиявкой один раз то есть берете в аптеке пиявку ставите ее на живот сколько-то она вас побудет когда она отвалилась все вы уже вот этим предотвратили развитие фиброза и тромбоза в своих легких то есть таким образом вы предотвращаете самое сложное осложнение пневмонии которые только можно придумать это фиброз легких то есть нарушение функции фактически своих легких снижение ее снижение кпд легких за счет вот этого уменьшения воздушности кровоснабжения вот таким совершенно несложным образом вы можете предупредить развитие пневмонии при какой-то респираторной инфекции и предупредить фиброз легких тоже и совсем несложным а